Котофей Баюныч Ну, во-первых, я буду рассказывать немножко о себе. Родился я в городе Красноярске и прибыл сюда по поручению нашего сказочного государства, о котором я обязательно вам поведаю. Вот я вот книги тут пишу. Так, вот это мои тут... Сейчас я тебе помогу. Да, Котофей Баюныч. Да, тут у нас здесь я заготовил сегодняшний порядок, сегодняшнего нашего выступления. И поэтому хочу сказать, что я дружу с племенем мудрой кошки. После того, когда они одержали победу с хитрыми лисами и установился долгожданный мир, и, кстати говоря, хитрые лисы стали мудрыми лисами, кошачье царство племени мудрой кошки простирается от моря до моря. В этом царстве-государстве мы живем в мире гармонии и любви, и мы сотворили там дворец кошки. Первый в мире дворец кошки. Что же там находится, Котофей Баюныч? Там находится все волшебство, все древние и новейшие материалы связаны именно с кошачьим царством-государством. Там идут самые правильные кошачьи часы. А что, часы у вас какие-то другие? Да, кошачьи часы очень интересные. Они одновременно отмеряют эры, года, секунды и даже миги. Они показывают прошлое и будущее, потому что мы, кошачье царство, знаем много тайн времени. И, конечно же, мы легко перемещаемся с помощью мечты из пространства в пространство. А знаете ли вы, что до сказочного мира на земле было царство мечты? Вы, слушайте внимательно, царство мечты существовало задолго до того, как разгорелось новое солнце и ночью зашла новая луна. Это было давным-давно. Народы утеряли свою память о прошлом и было лишено из мира мечты сотворить мир сказки, чтобы в иносказательной форме поведать народам очень важные истины. Ой, как это было нелегко, да. Мы трудились, очень сильно трудились. Ну, я еще тогда, конечно, не трудился, потому что меня не было. Но те, кто трудились, они очень старались. И на севере, на далеком севере, состоялось рождение Белого острова. Ой, ты говоришь, Катафей Баюныч, я прямо его вижу. А вы видите этот остров? Он волшебный, он белый. Именно этот остров описан в наших народных сказках, как остров Буян. А вот в древних сказках Индии он описан, как остров света Шветадвипа. И по мере того, как солнышко разгоралось, остров света охватывал все больше и больше пространство ледяного царства. Он отвоевывал своим теплом и светом у стужи и мрака те части земли, которые могли возродиться в силе сказочного царства. И вот, когда остров света сверкал, сиял, из солнечных протуберанцев вышла матушка-рысь. Саула Русти, солнечная рысь и девятию прыжками преодолела расстояние ста восьми солнц. Катафей Баюныч, а что ты говоришь? Какие-то математические вещи, мне кажется, они не совсем понятны для всех наших слушателей. Что ж тут непонятного? Это я вам загадки задаю. Вот уже задал первую загадку, загадку про время. Потом я обязательно вам повторю эти загадки. А вот вторая загадка уже про Белый остров. А третья загадка. Почему матушка-солнечная рысь Саула Русти преодолела вот это расстояние сто восьми солнц. Она возлежала на мощных ветвях дерева и вылизывала свою шкурку, которая была огненной, и приобретала температуру земли. Тут возник огромный шар. Он был словно перламутровый. Он пульсировал и задавал ритм. И в нем был образ светлого-светлого мира. Миром, в котором все ладят. Ладят люди, звери, животные, растения, камни. И все они, все-все-все причастные солнечные силы сообразуют гармонию. Она звучит очень красиво. И как красиво потекли молочные реки и отразили полную луну. И тут солнечная рысь призвала из звездных дали своего сына. Ну, то есть тебя, Катаба Юна. По мерцающей лунной дорожке он вышел в подсолнечное царство, обойдя древо по золотой цепи. Ну, это ты у нас умеешь делать. Ну, конечно, это вы все знаете. А я уже хожу между пространствами, между мирами. И, кстати говоря, я знаю очень-очень много интересного. Продолжим, продолжим нашу. Нашу, нашу. Блин. Прошел первый солнечный был. Звездные корабли принесли на землю новых людей. Пришла эра возрождения жизни. Ведь рассвету предшествовала ночь. И много событий произошло во вселенной. И вместе с юными народами на земле появилось царство сказки. Единое для всех народов планеты Земля. Царство сказки проявляется как часть мира мечты. И одинаковый смысл там выражен в разных формах. Вот вы, наверное, обратили, что очень многие сказки у разных народов невероятно схожи. Они учат нас добру. Они учат нас мудрости. И добро всегда побеждает зло. И если мир мечты расположен над Северным полюсом, вот как этот шар, который все мы тогда увидели, то сказочное царство, оно находится везде. Оно буквально рассыпано по планете, среди горных вершин и дремучих лесов, в миражах пустынь и каплях летней росы, в старых городах и заповеданных деревнях. Иногда во снах на рассвете, иногда в мечтаниях. Мы соприкасаемся с этим миром. Ведь в мире всегда есть место сказки. И чудесам нужно уметь радоваться и удивляться. Скажу сразу, мое рождение было необычным даже для сказочного царства. Настоящий кудес. Но я думаю, что уже об этом я вам поведаю в следующей сказке. Мне бы хотелось, чтобы вы мне писали письма, ребята, задавали мне какие-то вопросы. Я буду на них отвечать. И мы таким образом будем наше царство сказки усиливать. А сегодня я бы хотел немножко, немножко смотреть, загадать загадочки. Итак, первый вопрос о времени. Вот как вы думаете, что такое время? Второй рассказ, ой, вторая загадка, извините, пожалуйста, меня очень волнуюсь. Вторая загадка – это об острове Буяне. Третья загадка. Почему расстояние от Земли до Солнца Солнечная матушка Саударусти преодолела девятью прыжками и равно оно сто восьми Солнцем? Потом скажите, какова разница температура Земли и температура Солнца? Конечно же, когда мы говорим о золотой цепи, мы вспоминаем русалку, что на ветвях сидит. Вот почему русалки сидят на ветвях? И скажите, пожалуйста, какие царства жизни есть на нашей планете? Вот какие царства, государства вы знаете? Ну и, конечно же, завершающий вопрос очень-очень простой. Где находится Северный полюс и что вы о нем знаете? Пожалуйста, пишите мне, ставьте обязательно лайки и будет, будет расширяться наше сказочное царство-государство. И я благодарю вас всех за внимание. Тикают наши кошачьи часы, показывают они свое время. И мы собираемся в Дворце Мудрой Кошки, чтобы обсудить, что нам предстоит делать в этом мире, как нам помочь людям осуществить мир, гармонию и любовь. Всех вам благ. И я тоже, дорогие наши телезрители, прощаюсь с вами до следующей встречи с Котофеем Баюночем. Прошу любить и жаловать. Котофей Баюноч. Да, мяу, Котофей Баюночка. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok